Иеремия, 17 глава, 7 стих. Давайте прочитаем его вместе. Готовы? Читаем. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. В расширенном переводе написано, самый благословенный человек тот, кто верит, надеется и полагается на Господа, для кого он надежды и упования. Я заметил, что всякий раз, когда речь идет о доверии Богу, затем всегда говорится о Божьих благословениях. Мы узнали, что доверие служит неотъемлемым атрибутом успеха. В тот момент, когда мы ставим Бога на первое место, полагаемся на Него, доверяем Ему, зависим от Него более всего остального, в этот момент Он приходит нам на помощь. Благословение приходит в нашу жизнь. А как вы помните, благословение — это способность добиться успеха в любом деле. И оно проявляется в жизни человека, который знает, как доверять Богу. Доверие — это верный путь к радостной и успешной жизни. Доверие — это верный путь к подлинной свободе. Всегда есть искушение положиться и понадеяться на кого-то еще. Однако, когда мы поймем ценность доверия Богу, более всего остального, научимся полагаться на Него и всегда в первую очередь обращаться к Нему, мы можем смело рассчитывать на то, что Он благословит нас за наше упование. Давайте прочитаем 33-й Псалом. 33-й Псалом. 9-й стих. 33-й Псалом, 9-й стих. «Я не устаю повторять, что нас ждет последнее испытание. Мы стоим на пороге большого сражения. Нам предстоит что-то значительное. Пришло время стряхнуть пыль со своей веры и убедиться, что мы знаем, в кого уверовали». Псалом, 33-й, 9-й стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». И снова мы видим, что Бог дает успех тем, кто полагается и уповает на Него, кто доверяет Ему. Далее, в 23-м стихе мы читаем, «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Никто из уповающих на Бога не будет осужден и признан виновным. Из тех, кто положился и уповает на Бога, кто доверяет Ему». И снова мы видим то же обетование, которое дано тем из нас, «Кто положился на Бога?» Вспомните, на что вы рассчитывали помимо Бога. На кого еще, кроме Бога, вы надеялись? Поразительно, сколько раз мы лишали Бога возможности продемонстрировать нам свою силу только потому, что нам было легче положиться на что-то или кого-то, чем довериться Ему. А как я узнаю, что Бог может что-то для меня сделать, пока не доверюсь Ему? Бог хочет, чтобы мы полностью положились на Него, доверились Ему, поверили Ему, дали Ему возможность сделать для нас нечто совершенно потрясающее. Давайте откроем Матфея 6, 31. Матфея 6, 31. Итак, мы выяснили, что Бог благословляет тех, кто доверяет Ему. Доверие помогает нам испытать истинную свободу и в полной мере насладиться победой во всех сферах жизни. Если вы научитесь доверять Богу, обретете уверенность в Боге, а это очень важно, трудно положиться на Бога, если вы в Нем не уверены. И если вы в чем-то не уверены, то вам трудно взять это за основание. Но чем больше вы читаете Библию, чем больше применяете ее на практике, тем легче вам доверять Богу. Итак, Матфея 6, 31 стих. Давайте прочитаем его вместе вслух. Готовы? Читаем. Итак, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». В расширенном переводе написано, «Поэтому не волнуйтесь и не тревожьтесь о том, что вы будете есть, что пить и что носить». В современном обществе это имеет огромное значение. Людей волнует, как и на что им жить. А теперь смотрите. Как я могу говорить, что доверяю Богу, когда я не в состоянии совладать с этими мыслями? Единственный способ перестать заботиться о своей жизни – это довериться Богу. единственный способ перестать думать о том, что я буду есть, пить, во что оденусь – это положиться на Бога. Понимаю, что это звучит несколько религиозно, потому что всякий раз, когда что-то происходит в нашей жизни, нам говорят «доверяй Богу». В последнее время эта фраза утратила свой первоначальный смысл и уже не воспринимается, как раньше, когда кто-то говорил «доверяй Богу», потому что, как правило, люди говорят «ну да, я доверяю Богу, но есть одно «но». Подлинное доверие означает, что я буду доверять Ему, что бы ни случилось. И ничто не заставит меня от этого отказаться. «Положитесь на Бога». Сделайте Его своим упованием. Упование, доверие – это не просто некое эмоциональное состояние. Когда я говорю «аллилуйя», «я доверяю», «я доверяю Богу». Знаете, что такое настоящее доверие? Когда что бы ни было, я остаюсь верен Ему, полагаюсь на Него, поступая, как когда-то есть фирь. «Если погибнуть, погибну, но сделаю, что должна». Она поставила себя в такое положение, когда из-за своего доверия Богу она стала всеобщим посмешищем. Я верю, что в тот момент, когда мы занимаем такую позицию и готовы терпеть насмешки за свое упование на Бога, начинают происходить удивительные вещи. Многие поклоняются Богу, не имея радости Его благословений. Почему? Потому что они так и не сумели довериться Богу. и, как следствие, продолжают страдать. Они уповают на социальное обеспечение, на что угодно, только не на Бога. Что заставляет человека, услышав эту проповедь, все равно продолжать рассчитывать на что угодно, только не на Бога? Что мешает человеку, который, услышав это послание, не уделить должного внимания и времени тому, чтобы хотя бы попытаться довериться Богу, продолжая привычно полагаться на свои силы, что вызывает у него больше доверия. Возможно, вам стыдно в этом признаться, или вы боитесь, что вас засмеют. Но если в вашей жизни есть что-то, что вызывает у вас больше доверия, чем Бог, это нужно менять. Потому что в Библии ясно сказано, что бывает, когда мы полагаемся на что-то или кого-то больше, чем на Бога. Откройте книгу Еремии, 17 главу. Давайте прочитаем об этом. Наступает момент, когда это очень нам пригодится, когда доверие найдет свое практическое применение. Не надо ждать до последнего, чтобы научиться доверять Богу. Впору учиться этому сейчас, чтобы, когда придет время, доверие Богу возобладало над всем остальным. Что происходит, когда те толпы, на которые вы уповали, начинают рушиться? Такое не раз бывало. Когда то, на что я надеялся, не сбывалось и доказывало свою неэффективность. Когда земля уходит из-под ног, в такие моменты кто-то решает покончить с собой, кто-то отворачивается от Бога, кто-то настолько охвачен горючью, что ничего перед собой не видит. Как такое могло случиться со мной? Потому что они уповали на плоть больше, чем на Бога. Давайте откроем книгу Еремии, 17 главу, 5 стих. Еремии, 17, 5. Готовы? Читаем. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Так, давайте вспомним, чем отличается благословение от проклятия. Благословение — это способность добиться успеха, или, иначе говоря, лицензия на преуспевание. Тогда как проклятие, говоря простым языком, это склонность к неудаче. Склонность к неудаче. Когда что бы вы ни делали, ничего не получается. На примере человека, который купил дом, и его дом сгорел. Он переехал к другу, у друга сгорел дом, опять переезд, и опять пожар. Что-то с ним не так. Ничего не получается. Вот что это такое. Постоянные неудачи. Когда ты не способен положиться на Бога, довериться Богу. И я встречал таких людей. Это ужасно, когда человек говорит себе, что не знает, можно ли положиться на Бога. Он не доверяет Богу, полагаясь на свои силы больше, чем на Бога. Последствия не заставят себя ждать. И в то же время есть люди, которые говорят, «Я доверяю Богу, что бы ни случилось, я верю Ему, все будет хорошо, все к лучшему». Я говорю это к тому, что если вы чувствуете, что на вас идет атака, это самое время во всеуслышание заявить о своем уповании. «Я доверяю Богу». Все будет хорошо. Все будет хорошо. Аллилуйя. Я победитель во Христе Иисусе. Это вовсе не значит, что ваши эмоции не будут атакованы. Это не значит, что на вас не будет давления. В одной из следующих программ мы будем говорить о Божьем обетовании дать нам покой. Именно покой покажет, насколько подлинным является ваше доверие Богу. Но я хочу вас к этому подготовить. Я не хочу рассказывать сказки. Доверяй Богу, и все будет хорошо. Но стоит вам выйти на улицу, и вы понимаете, «Так, я доверяю Богу, но ты не говорил, что это произойдет, что я все равно буду плакать, что я буду это чувствовать». Поймите, это часть сражения. Глядя на Давида, мы видим только победы, которые он одержал. Но ему приходилось сражаться. У него было много врагов, с которыми ему приходилось бороться. Да, он победил, но ему приходилось сражаться. От него требовались определенные усилия. Понимаете? Точно так же, когда мы сражаемся с великанами в своей жизни, когда мы говорим, что доверяем Богу, полагаемся на Бога, это всего лишь означает, что наше упование будет постоянно подвергаться нападкам, направленным на то, чтобы заставить нас изменить решение. Разные противоречия будут пытаться поколебать наше исповедание. Но мы все равно будем верить. Ничто не может поколебать наше упование на Бога. И это будет неизменным. И вот когда вы начнете вести себя так, однажды наступит переломный момент, когда вы подниметесь над этим противостоянием, и ваше доверие будет гораздо сильнее, чем тот момент, когда вы только вступили в сражение. Это подобно броску в баскетболе, когда вы в прыжке ловите брошенный мяч. Это предполагает действие. От вас требуется усилие, чтобы научиться доверять Богу. Или вы можете сказать, видишь ли, даже не знаю, сложно все это, лучше синиться в руках, чем журавлю в небе. Но потом, когда наступит время, по-настоящему довериться Богу, вы не сможете это сделать, потому что вам не хватило практики. Вы так этому и не научились. Доверие не выросло, потому что гораздо легче поступить по мирским меркам и полагаться на человека больше, чем на Бога. Тогда как сам Бог в Писании говорит, что проклят тот, кто надеется на человека. Слава Богу за врачей. Я доверяю их профессиональным навыкам. Но не больше, чем Богу. Почему? Потому что врач тоже человек. А это значит, что он может ошибаться. Он может поставить ошибочный диагноз и вообще лечить не от того. Я не могу доверять этому человеку. Несмотря на то, что он профессионал в своей области. Не могу доверять так, как я доверяю Богу. Всякий раз, идя к врачу, я доверяю Богу в том, что он даст ему мудрость, благословит его руки, направит его мысли. Таким образом, в первую очередь, я доверяю Богу. Не банкирам. Люди в миру, не знаю, как вы, а люди в миру слишком полагаются на банковскую систему и тому подобное. Нет, я полагаюсь на Бога. Он скажет, что мне делать, когда забрать деньги из банка. Он сохранит мой банк, или я не буду сидеть и надеяться на банк. Банки сегодня есть, а завтра их нет. На них нет никакой надежды. Экономике нельзя доверять. Правительству нельзя доверять. Газетам нельзя доверять. Человеку нельзя доверять. Я доверяю Богу. Аллилуйя. В итоге, это принесет вам больше пользы, чем любой человек и любая мировая система. Итак, вам выбирать. Доверять Богу больше того, чему вы привыкли доверять. С этого все начинается. В первую очередь, нужно разобраться в себе. Честно оценить свое внутреннее состояние. Доверяю ли я чему-либо больше Бога? Если да, то чему? А что, если это поколеблется и упадет? А что, если это не устоит? Понимаете? Если вы не научитесь доверять Богу сейчас, потом придется тяжко. Понимаете, о чем речь? Дальше. Откройте 124-й псалом. 124-й псалом. Прочтем с первого стиха. Это поможет нам лучше понять, что от нас требуется, чтобы научиться доверию. 124-й псалом. Здесь сказано, «Надеющийся на Господа, как…» Итак, здесь мы видим что-то, с чем мы можем свериться, взять в качестве примера, образца для подражания. «Надеющийся на Господа, как гора Сион». На что это похоже? «Не подвигнется, пребывает вовек». Что способно поколебать ваше упование на Бога? В Библии сказано, «Надеющийся на Господа, как гора Сион». Их невозможно сдвинуть с места. Если вы колеблитесь, это свидетельствует о том, что вы не доверяете Богу. Если кто-то может повлиять на вас, если деньги или обстоятельства способны заставить вас поколебаться, это говорит о том, насколько вы доверяете Богу. «Надеющийся на Господа не подвигнется. Он не испугается, узнав о страшном диагнозе. Он не отступит от Бога из-за боли. Он не усомнится, даже потеряв все. Он не подвигнется, когда все против Него. И, казалось бы, Бог далеко. Он не подвигнется. За свое упование он получит семикратное воздаяние или даже больше, потому что Бог всегда воздает кратным благословением тем, кто доверяет Ему. Это покажет. Легко сказать, «Я доверяю Богу». Доказательством доверия служит, «Буду я как гора или как лист, поднимаемый всяким ветерком». В то время, как гору не поколебать. Давайте скажем, «Я как гора Сеон. Меня не поколебать». Тогда как враг только этим и занят. Его цель – поколебать вас. Он хочет посеять вас в страх, заставить смотреть на то, что творится вокруг. Его задача – поколебать вас. Ваша задача – сказать, «Я доверяю Богу, меня не поколебать, я уповаю на Божье Слово». Оно – мое основание. Я знаю, что это действует. И пусть сейчас кажется, что ничего не происходит, я точно знаю, что Бог меня не оставит. Сделайте это, и увидите, что, говоря о доверии, интересно, что не всегда видишь его плоды, пока не пройдешь до конца. но пройдя до конца, оглядываешься назад и видишь, «Гляди-ка, я не потерял свой дом. Ты смотри, у нас каждый день была еда. Ты только посмотри, как многое случилось, когда я доверился Богу». Понимаете? По сути, мы не до конца понимаем важность то, что мы делаем, пока не поймем, что могло случиться. Мы смотрим на то, что происходит, не думая о том, что могло случиться, от чего Господь нас сохранил, потому что мы доверились Ему. Что могло случиться с вашими детьми? Что могло случиться с вашим домом? Сколько денег вы могли потерять? Все то, что могло случиться. Но вы обитали под покровом всемогущего. Вы продолжали говорить, «Я уповаю на Бога». Вы продолжали молиться, продолжали приходить в церковь, продолжали жертвовать, продолжали читать. В то время могло показаться, что все напрасно. Но доверие Богу никогда не бывает напрасным. Доверие Богу не бывает тщетным. Доверие Богу всегда окупается. Доверие Богу всегда окупается. Читаем дальше. Второй стих. «Горы окреста Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек». Мне останется только поверить в это. Поверить в то, что Господь окружил меня своей защитой, своими ангелами, своей любовью и благодатью. И когда что-то атакует меня, я должен напомнить себе о том, чем обладаю и на кого уповаю. Аллилуйя, я опираюсь на скалу. Я опираюсь на того, кто никогда не поколеблется. Понимаете? Далее в третьем стихе сказано, «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию». В расширенном переводе сказано, «Ибо не вечно жезлу неправедному править в земле тех, кто утвердился в праведности, дабы праведники, Божий народ, не простерли руки свои к беззаконию и отступничеству». Таким образом, Бог предостерегает тех, кто не знает, в ком его упование, говоря, «Грешник никогда не будет править в вашей земле, в вашей жизни, в вашей семье». Не бывать этому, если только вы сами этого не захотите. Речь о власти, о том, что нам делать, если грешники ополчатся против нас. Не надо сидеть и молчать, используйте свою власть. В Библии сказано, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня», — говорит Господь. «Если мы не применяем власть, чтобы произнести это, поверить в это, положиться на Бога, довериться Слову, поступить по Слову Божьему, то вам нечего рассчитывать на результат. Дьяволу не должно быть места в вашем доме, в ваших отношениях с женой и детьми. Примените свою власть. Какая бы ни была ситуация, опирайтесь на Слово. Я доверяю Богу. Я доверяю Богу. Глядя на своих детей, скажите, «Аллилуйя, Божья воля исполнится в вашей жизни». Глядя на свои деньги, говорите, «Деньги приходят». Деньги приходят. Друзья, послушайте меня. Послушайте меня. Слава Богу. По пути сюда я поймал себя на том, что когда я ехал мимо небольшой шашлычной, которая расположилась в новом торговом центре, я посмотрел на нее и подумал, «Ну, эти скоро разорятся». Я тут же спохватился. «Что ты такое говоришь? Ты только что их проклял». Ты ведь их совсем не знаешь. И ты только что произнес проклятие разорения. Я тут же повернулся и сказал, «Я благословляю их. У них все будет хорошо». Для меня стало непривычным, проходя, проклинать людей. Это говорит о том, что я стал более внимателен к этому. Я не то, что говорить, думать об этом не хочу. Но мне пришлось заставлять себя думать, что своим языком я призван благословлять, а не проклинать. Я прихожу домой и каждый вечер ставлю себе оценку. «У, сегодня я проклял этого, этого и этого». Проклятие? Я не говорю о сквернословии. Для того, чтобы проклясть человека, достаточно сказать о нем плохо. Благословляя, мы произносим в адрес человека добрые слова. Должен сказать, что когда вы начнете следить за словами, не скажу, что вы сразу же перестанете это делать, но, по крайней мере, когда вы начнете это делать, вы будете это понимать. В этот момент вы будете чувствовать обличение. И скоро вы поймете, что нужно за собой следить. Вы знаете, я тут подумал, «А что это я все время еду мимо да мимо? Дай-ка я заеду, куплю себе гамбургер и буду для них благословением». В этом сила верующего. Мои уста призваны благословлять, а не проклинать. Не может из одних уст выходить и благословение, и проклятие. Мы об этом читали. Но это становится реальностью, когда мы оцениваем это в свете своих повседневных дел. Так же и с доверием. Вы столько раз слышали, «Доверяй Богу, доверяй Богу, и все будет хорошо. Просто доверься Ему». Положись на Его Слово. Пришла пора в этом разобраться и понять, что же такое доверие. Дальше. Давайте откроем Марка, 10 главу. Я опять повторяюсь. Не хочу этим злоупотреблять. Но иногда, когда я повторяюсь, я говорю что-то, чего не говорил до этого. Марка, 10 глава. Это история богатого юноши. Она поможет нам лучше понять, на что он надеялся. С 17 стиха. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Божью жизнь?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжи свидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Эти шесть заповедей относятся к закону Моисееву. Они не имеют отношения к закону Христову, к заповедям любви. Это закон Моисеев. Дальше. 20 стих. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил Я от юности Моей». Иисус, взглянув на Него, полюбил Его и сказал Ему, «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай». Он не говорит, «Пойди и раздай все, что у тебя есть». Он говорит, «Продай, что захочешь». «Что можно продать? Продай». «Раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мной». В расширенном переводе написано, «Приходи, сопровождай Меня на Моем пути». 22 стих. «Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у Него было что? Что? Большое имение». И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье», то есть поступать, как вели Бог. Он имеет в виду, что этот человек надеялся, уповал, полагался, рассчитывал на свое богатство больше, чем на Бога. Марка, 10 глава, это история богатого юноши. Она поможет нам лучше понять, на что он надеялся. С 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Божью жизнь?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Эти шесть заповедей относятся к закону Моисееву. Они не имеют отношения к закону Христову, к заповедям любви. Это закон Моисеев. Дальше, 20 стих. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай». Он не говорит, «Пойди и раздай все, что у тебя есть». Он говорит, «Продай, что захочешь». Что можно продать? Продай. «Раздай, нющим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной». В расширенном переводе написано, «Приходи, сопровождай Меня на Моем пути». 22 стих. «Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было что? Что? Большое имение». И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье», то есть поступать, как велит Бог. Он имеет в виду, что этот человек надеялся, уповал, полагался, рассчитывал на свое богатство больше, чем на Бога. «Кстати, Он воспринял слова Иисуса как утрату». Вот что такое печаль. Печаль — это чувство утраты. Иисус сказал, «Продай, что имеешь, раздай нищим, приходи и будь как Я, ходи Моими путями». Юноша воспринял это как утрату, а не как приобретение. Он ушел, потому что попал в зависимость от своего имущества. И уже не он, а оно владело им. Он зависел от нажитого, полагался на него. Он вполне мог бы заменить Иуду. Как видно, он неплохо разбирался в финансовых вопросах. Результатом его решения, что словам Иисуса нельзя доверять и что полагаться можно только на деньги, стал известный факт. Он упустил свой шанс. Но я надеюсь и думаю, что могу подтвердить это писание. Впоследствии ему все же предоставилась еще одна возможность. И он ею воспользовался. Кто-то говорит, что знает, как его звали, но сейчас не об этом. Подумайте вот о чем. Есть ли что-то такое, чему вы доверяете больше Бога? Когда Бог обращается к вам, что имеет для вас больше вес? Это вопрос почитания. Нельзя доверять Богу, не почитая Его. В притчах, в третьей главе написано, «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся жительницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Незадолго до этого мы читаем, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Это касается доверия. Можно говорить, что я доверяю Богу, но если присмотреться, все не так. Мы всем своим видом показываем, что доверяем Богу, но на самом деле это не так. Это видно потому, как мы живем. Но когда мы по-настоящему доверимся Богу, для чего я и проповедую об этом, и станем, наконец, той горой, которую не свернешь, когда решения, которые мы принимаем, будут показывать наше доверие Богу, когда мы начнем больше доверять Богу. Вот что я пытаюсь до вас донести. По крайней мере, начните как-то двигаться в этом направлении, чтобы, когда наступят трудные времена, вы не скажете, куда уж хуже. Будет хуже, если мы не научимся доверять Богу, продолжая уповать на что угодно, только не на Бога. Мы должны это уяснить. И одно, на что мы с такой легкостью полагаемся, это деньги. Многие люди так привязаны к своим деньгам. Бог не благословит таких людей, потому что это навредит им. Как только вы полагаетесь на свои деньги, Бог забирает их на столько, что вам не остается ничего, кроме как доверить свое пропитание Богу. Бог не потерпит конкурентов. Написано, не можете служить Богу и мамоне. Давайте вам покажу кое-что. Притч 11 глава, 28 стих. То есть ты хочешь сказать, что быть богатым плохо? Я этого не говорил. Удивительно, как часто мне приписывают то, чего я не говорил. Я сказал, что плохо на них полагаться. Плохо иметь нездоровую зависимость от материального благосостояния. Смотрите, что здесь написано. По-моему, все ясно. Давайте вместе прочитаем. Готовы? Читаем. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. В расширенном переводе написано, «Тот, кто полагается, уповает и надеется на свое богатство, упадет. Тот же, кто утвердился в праведности, будет как цветущая ветвь». Мы должны понять, что благословение является следствием нашего доверия Богу. Если ваше спокойствие зависит от денег, это говорит о том, чему вы доверяете. Это показывает ваше доверие. Если ваше спокойствие зависит от денег, это говорит о том, чему вы доверяете. В 1 Тимофею 6, 17 написано что-то, о чем всем нам нужно помнить. Я много раз видел, как христиане падают, опрометчиво, положившись на свой успех, о котором так молились и который Бог им дал. 1 Тимофею 6, 17. Здесь Павел дает поручение. И вот что он пишет. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они, во-первых, невысоко думали о себе, и во-вторых, уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Если вы когда-либо задавались вопросом, должен ли я доверять Богу или деньгам, мы с вами только что прочитали местописание, где написано, чтобы мы уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Бог не против, чтобы вы покупали новые вещи и наслаждались ими. Единственное, Он не хочет, чтобы вы уповали на эти вещи и всегда помнили главное, что Бог – мой источник, и я доверяю Ему. Размер вашего банковского счета не служит гарантом уверенности в завтрашнем дне. Не полагайтесь на него. Не надо. Все эти деньги, машины, дома могут исчезнуть за одну ночь. Лучше уповать на Господа. Знаете, что бывает, когда доверяешь Ему? Даже если сегодня я все потеряю, завтра все вернется. Слава Богу! Аллилуйя! Давайте скажем, я доверяю Богу. Лучший способ показать, что я не завишу от денег и самому убедиться, что я от них не завишу, это отдать их. Ну да. Если я доверяю Богу, Он дает мне все обильно для наслаждения. Если я доверяю Богу, Он благословляет меня. Он дает мне благословение. Но часто мы полагаемся на свой кошелек больше, чем на Бога. До тех пор, пока мы этому не научимся, мы ничего не добьемся. А научиться этому можно только. Я доверяю Богу. Бог говорит, дай мне 10 долларов. Ой, что ты, я так не могу. Дело не в том, что Богу от вас что-то нужно. Поймите, в большинстве случаев, когда Он что-то просит у вас, Он делает это для того, чтобы дать вам возможность показать, насколько вы доверяете Ему, чтобы Он мог благословить вас и дать вам что-то лучшее. Но почему-то мы так этого боимся. Одна женщина очень разозлилась на меня после одной из моих проповедей. Она посмотрела ее по телевизору, и я говорил о десятине. Она написала мне гневное письмо, в котором возмущалось, что я называю христиан, которые не дают десятину плохими. Начнем с того, что я не называл таких христиан плохими. Непослушными, да, но неплохими. Как вы можете так говорить в это трудное для нас время, когда экономика страны переживает такой трудный период? Да вы, поверить не могу, что вы такое говорите. Я всем о вас расскажу. Раньше я была вашей поклонницей, а все потому, что ее обидело откровение о самой себе. Она поняла, что доверилась деньгам больше Бога. И она не одинока. Да ты только для себя стараешься. Ну, что тут скажешь? Я молюсь за нее. На самом деле, она хорошая. Но я себя не защищаю. Многие мои друзья ей написали, призывая ее не вносить смущения в церковь. Все, кто в здравом уме, и так знают, что десятина это по-библейски. Ну, что ж, лучше они, чем я. Аминь. Откройте 31 главу книги Иова. Книга Иова, старая, добрая книга. Да, да, я доверяю Богу. Я доверяю Богу. Аллилуйя. Я доверяю Богу. Доверяю, и все тут. Я доверяю Ему. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Мы победители. И так будет всегда. Что бы там ни было. Мы победители. Я доверяю Богу. Слава Богу. Иова 31, 24. Смотрите, что он говорит. Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу, ты надежда моя. Смотрите. Иов проверяет, чист ли он перед Богом, не забыв упомянуть о том, что он никогда не надеялся ни на золото, ни на драгоценности. Полагаясь на что-то, помимо Бога, человек становится предателем. Оценивая свою жизнь, он спрашивает себя, уповал ли я когда-нибудь на золото или драгоценности? И приходит к выводу, что нет, такого никогда не было. Сто одиннадцатый Псалом. Псалом сто одиннадцать. Седьмого стиха. Сто одиннадцать, седьмого по десятый. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Первое, что мы видим в седьмом стихе, это не убоится. Кстати, я очень люблю шестой стих, потому что здесь он сравнивает нас с горой. В шестом стихе сказано, он вовек не поколеблется. Это и есть доверие. В вечной памяти будет праведник. Не убоится, не поколеблется. Уповая на Господа, не убоится. Когда доверяешь Богу, ничего не страшно. Нам нечего бояться, ведь мы доверяем Богу. Не убоится худой молвы. Нас не пугают разговоры вокруг. Сердце его твердо. Такой человек, как гора, не преклонен. Сердце его твердо в уповании на Господа. И ничто не способно это изменить. Это твердое убеждение. Я уповаю на Господа. Если Бог сказал, что Он это сделает, я верю в это. Я тверд в этом. Я убежден в этом. Это один из способов научиться доверию. Открываешь Библию, утверждаешься в Божьем обещании. Утверждаешься все больше. Уповаешь на Бога все больше. Притча, 3 глава. Третья глава. И зачем столько стихов? Вообще-то это библейские знания. Вы пришли на библейские занятия. Открываем, читаем, изучаем. Библейские занятия. Притча, 3, 5. Смотрите. Притча, 3 глава, 5 и 6 стихи. Давайте прочитаем их вместе вслух. Готовы? Читаем. «Надейся на Господа всем сердцем». И снова сердце. Утвержденное, укорененное в Господе. Речь не о сердце, как неком физическом органе в человеческом организме. Сердце человека — это его дух. Это то место, где сосредоточена жизнь. Это суть. Так же, как суть дерева, его корни, так и человеческое сердце. Надейся на Господа всем духом твоим. Всем сердцем твоим. И не полагайся на свое понимание. Доверяй Господу всем сердцем. Всем сердцем положись на Его слова. И не полагайся на свое понимание. Да, я понимаю, что от этого умирают, и что в этой ситуации это могло случиться, но я не буду на это полагаться. Слово «полагаться» — что это значит? Это значит «довериться». Не доверяйте своему пониманию. Не полагайтесь на свое понимание. Надейтесь на Господа, а не на свои знания. Далее говорится, «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Я верю Богу и буду познавать Его, зная, что Он направит мои шаги. Я прямо сейчас разрушаю всякую греховную связь между вами и вашими деньгами. Во имя Иисуса. Дальше. Откройте Луки 16, 11. Как же это Господь мне сказал? Он сказал, «Чтобы быть жадным, не нужно много денег». Бытует мнение, что для того, чтобы быть жадным, нужно много денег. Можно быть бедным и жадным. Слышите? Не нужно иметь много денег, чтобы попасть в зависимость от денег. Можно быть бедным и все равно иметь эту зависимость. Хорошо. Луки 16, 11. Давайте прочитаем его вместе вслух. Готовы? Читаем. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам? Кто вам поверит? Если вы не были верны в чем-то одном, как вам можно доверить что-то еще? Это вопрос доверия. Может ли Бог доверять вам? Мы всегда говорим, «Господи, могу ли я тебе доверять?» А вам самим-то можно доверять? Вот так-то. А может ли Бог доверять мне? А может ли Он доверить мне богатство неправедное? А мне можно доверять? Может ли Он быть уверен, что я признаю Его во всех путях Своих, и Он направит стези мои? Может ли Он поручить мне что-то? Поразительно, как быстро люди меняют направления. Я говорю о верующих, о тех, кто считает себя духовными людьми. Самым важным для нас должны всегда оставаться люди. Стремление проявить любовь к людям. Стремление служить Богу через служение этим двоим, которых Бог мне дал. И не пытаться взять количеством. Стремление смириться под крепкую руку Божью и узнать Его волю для меня, а узнав — исполнить. Мы не должны соперничать, завидовать, в стремлении подражать более успешному служению. Маркетинг тут ни при чем. Не в этом дело. Поймите, если вы забыли свою главную цель, рано или поздно это отразится на всем остальном. А наша главная цель — это служение нуждам людей. Послушайте, это очень важно. Несколько лет назад я был свидетелем того, как сама фраза «служение нуждам людей» подверглась резкой критике. Я видел, как служение тут же теряло вес, если оно не служило физическим нуждам людей. Послушайте меня внимательно. Забота о физических нуждах важна. Иисус это подчеркивал, говоря, «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Он говорит, что это важно, но не важнее заботы о духовном. Нельзя подменять заботу о духовных нуждах заботой исключительно о нуждах физических, так как большинство физических проблем является следствием проблем духовных. Во всем должен быть баланс. Написано, что неверные весы — мерзость перед Господом. Мы должны просить Бога показать нам золотую середину. Это касается в том числе и отношений с людьми. Некоторые из вас настолько духовные, что я не понимаю, о чем вы говорите. Я должен просить истолкование, насколько все запутано. Давайте скажем, во всем должна быть соразмерность. Мне очень приятно видеть, что вы любите Бога, ходите в церковь и молитесь. Но мне не менее приятно, когда вы проводите время со своей семьей, со своей детьми. При правильном подходе вы сумеете найти такое соотношение, когда ни Бог, ни семья не будут страдать. Во всем должен быть баланс. Мы должны стремиться найти золотую середину во всех сферах своей жизни, говоря о доверии. И здесь без этого никуда. Я встречал людей, которые ничего не делали, кроме как доверяли Богу. А ты ищешь работу? Нет, я буду доверять Богу. Может, стоит хотя бы поставить объявление, поискать работу? Нет, Господь мне все даст. Когда сочтет нужным? Понимаете, о чем я? Пришло время опуститься с небес на землю. Так не бывает. Помните, что написано? Вера без соответствующих поступков. Что? Мертва. В этом стихе подчеркивается важность действий обеих сторон. Да, я доверяю Богу. Я верю Ему. Но при этом я иду и делаю то, что должен делать. Доверяя Ему, я иду и делаю то, о чем я Его просил. Итак. Продолжая тему денег. Причина, по которой хвостяне переживают кризис, в том, что они не верят, что Бог может о них позаботиться. Псалом 19, стихи со 2 по 10. Мы читаем, что когда я приношу Ему жертву, я должен верить, что Он мой источник. Девятнадцатый Псалом. Аллилуйя! Я доверяю Богу. Спасибо, Господь. Очень хорошо. Господь, вы готовы? Да услышит Тебя, Господь, в день печали. Это прекрасно. В расширенном переводе написано, «Да пошлет Господь ответ Свой в день печали». У кого из вас время от времени бывают такие дни? Аминь. Да защитит Тебя имя Бога Яковлева. Он защитит Тебя. Да пошлет Тебе помощь и святилище, и Сиона да подкрепит Тебя. Да воспомянет все жертвоприношения Твои и все сожжения Твое да соделает тучных, да даст Тебе по сердцу Твоему и все намерения Твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твое и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает Ему со святых небес Своих, могуществом, спасающий десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси Царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Это так чудесно. Я приношу жертву, уповая, что Бог будет моим источником. Он мой источник, и Он позаботится обо мне. Книга Даниила – это повесть о доверии. Мы немножко задержались. Доверие – это признак посвящения. Доверие – это признак посвящения. Откроем книгу Даниила. Говоря о доверии, мы говорим об истинном посвящении. Как дерево нисходит со своего места в дождь, в слякоть, в снегопад. В любую погоду оно на месте. И оно остается там. Даниила 3,17. Здесь написано. Бог наш, которому мы служим. И это говорят люди, которых вот-вот бросят в печь. Ввиду реальной угрозы. Взгляните на их настрой. Обратите внимание. Их все-таки бросили в печь. Но и там они продолжали доверять Богу. Многие из нас, попав в трудную ситуацию, думают, ай, все равно ничего не вышло. Но если бы вы и тогда продолжали доверять, вы бы узрели его славный конец. Смотрите. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Они в один голос заявили, мы уповаем на Бога, и не поклонимся ни тебе, никому другому. Господь избавит нас от руки твоей, но имей в виду, что если вдруг нет, мы все равно не поклонимся. И не отвратимся от своего упования. Поймите, это и есть война, когда все пытаются сломить вас. Поразительно, сколько раз мы лишали Бога возможности что-то для нас сделать и показать себя нам, потому что нам было куда проще положиться на что-то в миру, чем довериться Богу. А понять, что Бог может что-то для меня сделать, можно только положившись на Него. Бог хочет, чтобы мы положились на Него, чтобы доверились Ему, чтобы мы поверили Ему, доверились Ему и дали Ему возможность сделать для нас нечто потрясающее. Давайте откроем Матфея 6, 31. Итак, мы выяснили, что Бог дает свое благословение тем, кто доверяет Ему.